всем огромный привет вы находитесь на моем канале сказочная страна амигуруми сегодня я хочу представить вам две сумочки такие мухоморчика два мешочка мухоморчика с такой вот шляпкой которая не снимается она ввязывается вот в ручку она не теряется эта шляпка и вот такой вид мешочек с ручками и ножками вариант и есть вот такой обычный без ничего единственное что здесь брелочек виде мухоморчика тоже в виде украшения и обычный мешочек тоже с такой же самой шляпкой которая ввязывается в лямочку вот и вот такой вот мешочек обычный без ничего с вот такими вот завязочками виде украшения у него только брелочек виде мухоморчика вот такие вот два оригинальных мешочка не вяжутся абсолютно одинаковыми единственное что мастер-класс я буду показывать как вяжется мухоморчик с ножками мухоморчик без ножек вяжется точно так же как и мухоморчик с ножками только единственное что мы ничего не вязываем просто вяжем по прямой как и принципе я буду показывать вот что шляпка что полностью размеры полностью одинаковые вот и отдельно на канале у меня будет мастер-класс по вязанию мухоморчика брелочка это будет отдельный мастер-классом на ю тубе если вам понравились если вам понравились такие сумочки вяжите разные варианты которые вам нравится значит размер самого брелочка 10 сантиметров а размер мешочка значит ширина 18 сантиметров а высота до окружности вот наша окружность 14 сантиметров высотой донышко донышко у нас круглая будет и размер этого донышко диаметра 12 сантиметров такой неплохой вместительный мешочек сюда можно положить ключи кошелечек скажем так телефон принципе такая вот прогулочный вариант мешочек все если вам понравились такие мухоморчики то приглашаю на свой мастер-класс приятного просмотра и так материалы нам понадобится для ножки вообще весь это толстый плюш на 100 грамм 120 метров но я взяла этикеточки которые у меня сохранились значите бежевый цвет вот такой я взяла значить премиум yarn baby love это новая ниточка я покупала ее в украине и хочу сказать она мне очень понравилось девчонки кто с украины она дешевле чем я himalai dolphin baby я ее брала на пробу и она мне очень нравится эта ниточка и она дешевле дальше если надо раз цвет цвет я скажу color 304 304 color очень хорошая ниточка мне понравилось дальше и красный цвет это baby smile визель 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 baby smile если правильно прочитала color 019 обычный красный тут в принципе и белый белый для пятнышек необходим черный для глазок нам нужен такой вот у меня кофейный цвет такой кофе с молоком его немножко нужно на ножку чтобы стопу выделить поэтому его нет нужно немножко для шнурочка нам понадобится розовый цвет у меня это вы можете взять любой другой понадобится крючок номер четыре номер два с половиной дальше ножницы ну и иголка маркер в принципе тот набор который нам необходим и так давайте начнем и так начинаем вязать вот такую ножку ножка будет с двух цветов кофейного цвета такое кофе с молоком можно коричневую взять или черную и и бежевая и и бежевая часть и давайте начнем набираем 4 воздушные петли 1 2 3 4 со второй петли от крючка провязываем прибавку два столбика без накида в одну петлю ставлю маркер первый столбик дальше провязываю 1 столбик без накида по цепочке в последнюю петлю провязываю 4 столбика без накида 1234 дальше по второй стороне провязываю 1 столбик без накида и в конце прибавку 2 столбика без накида и без накида в одну петлю и так первый ряд провязан второй ряд снимаю маркер и провязываю прибавку в первую петлю прибавку и маркер ставлю в первый столбик следующую петлю прибавка еще одна дальше 1 столбик без накида и дальше 4 прибавки подряд 1 прибавка 2 третья и четвертая дальше 1 столбик без накида и в конце 2 прибавки подряд 1 и последнюю еще одну забыла вам сказать что в первом ряду у нас получается 10 столбиков 2 ряд 18 столбиков дальше 3 4 ряд провязываем без прибавок и убавок по кругу 18 столбиков без накида и так провязали пятый ряд снимаю маркер провязываем 5 столбиков без накида первую петлю ставлю маркер 2 3 4 и 5 дальше провязываем 4 убавки подряд за передние полу петельки провязываю 1 убавка сразу 2 3 3 и 4 и до конца ряда нужно провязать 5 столбиков без накида в конце ряда у нас должно получиться 14 столбиков без накида 6 ряд снимаю маркер провязываем 5 столбиков без накида в первую петлю я ставлю маркер вторая петля 3 4 и 5 считаю 1 2 3 4 5 лишнюю провязала 5 петелек и теперь две убавки подряд провязываю первая убавка и 2 и дальше до конца ряда я провязываю 5 столбиков без накида не довязывая последнюю петлю будем менять ниточку 7 ряда мы будем менять ниточку я обрезал обрезаюсь коричневую пряжу беру бежевую и уже довязываю последний столбик бежевой ниточкой вот теперь снимаю маркер из 7 по 11 ряд я провязываю без прибавок и убавок 12 столбиков без накида провязав несколько петель несколько столбиков я хвостики завязываю и вкладываю в ножку кстати я забыл вам сказать шестом ряду должно получиться 12 столбиков и теперь 7 по 11 ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида давайте так провяжем 7 по 11 ряд и так довязала я вот такая ножка получается я набила вот коричневую часть стопы ножки я набила средней плотности здесь мне полностью все пусто и теперь я складываю пополам у меня как раз конец конец 11 ряда как раз выходит на то что шов у нас будет перпендикулярно нашей ножки поэтому я складываю две стороны вместе и провязываю 6 столбиков без накида 1 соединяю две стороны детали вместе 2 3 4 5 и 6 я обрезаю хвостик и фиксирую все вот такая ножка нас получается 2 и теперь давайте ручки свяжем и так ручка выглядит вот так и давайте свяжем вторую беру как обычно крючок четверку набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида 2 3 4 5 6 второй ряд провязываем 6 прибавок в каждую петлю 2 2 столбика без накида ставлю маркер первый столбик 1 прибавка 2 подтягиваем хвостик 3 4 пятая пятая и шестая в конце ряда у нас 12 столбиков 3 4 ряд провязываем без прибавок и убавок по кругу 12 столбиков без накида и так пятый ряд снимаю маркер и провязываю во первую петлю провязываю три столбика с накидом делаю накид и в первую петлю провязываем первый столбик с накидом второй столбик с накидом и третий столбик с накидом дальше снимаю крючок с петельки вставляю в первую петлю одеваю рабочую петлю и вытягиваю ее вывожу через первую петельку делаю воздушную петлю в эту петлю воздушную я вставляю маркер это будет наша первая следующая первое начало ряда и дальше до конца ряда я провязываю один с 11 столбиков без накида до конца ряда провязываем 11 столбиков давайте так про вяжем и так вот такая ручка у нас уже получается значит 6 ряд снимаю маркер и в эту петлю провязываю в первую петлю провязываю не пропускаем так вставим в первую петлю маркер и провязываем 4 столбика без накида 2 3 и 4 дальше убавка дальше опять 4 столбика без накида 1 2 3 4 и в конце убавка в конце ряда у нас получается 10 столбиков и дальше вот и дальше 7 по 10 ряд 4 ряда мы провязываем без прибавок и убавок 10 столбиков без накида давайте так про вяжем 4 ряда и так вот я провязала 10 рядов я набила ладошку только средней плотности здесь все пусто у меня теперь я снимаю маркер и нам нужно провязать до чтобы у нас начало ряда это было параллельно нашим пальчиком поэтому я буду провязывать у меня получается две петли смещения 1 и 2 вот потому что начало ряда или конец ряда у нас должен быть параллельно нашему пальчику то есть боковой ручки если у вас больше получается то провяжите больше потому что соединяет две детали у нас должен был пальчик сбоку большой теперь соединяем две стороны вместе провязываем соединяем две стороны обрезаем ниточку и оставляем для пришивания по длине и оставляю хвостик все ручки готовы они абсолютно одинаковые вот и пальчики вяжутся абсолютно одинаково все и давайте с вами теперь начнем вязать сумочку и так начинаем вязать ножку нашей сумочки или саму сумочку ножку нашего нашей нашего грибочка значит я уже прибавки все провязала чтобы не удлинять видео я вам продиктую вяжется здесь по кругу принципе как и обычно единственное что полностью сумочку мы будем вязать столбиками с накидом и 2 воздушные петли подъема не считаются за столбик поэтому мы туда будем вязать то что необходимо потому что соединительный столбик мы вяжем мы вяжем в после в первый столбик предыдущего ряда теперь все нюансы рассказала теперь набираем 3 воздушные петли и в последнюю петлю в третью провязываем 12 столбиков с накидом делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда делаем 2 воздушные петли и в эту же петлю с этой же петли мы начинаем с вами вязать 12 прибавок каждую петлю 2 столбика 2 столбика с накидом во втором ряду 24 столбика третий ряд один столбик с накидом плюс прибавка так повторяем 12 раз конце 36 столбиков с накидом 4 ряд 2 столбика с накидом плюс прибавка так повторяем 12 раз в конце 48 столбиков с накидом и 5 ряд 3 столбика с накидом плюс прибавка так повторяем 12 раз конце 60 столбиков у нас сейчас по кругу 60 столбиков шестой ряд мы будем провязывать это единственный ряд который мы будем вязать столбиками без накида только потому что мы будем с вами вязать ножки ножки нашего грибочка для этого я делаю одну воздушную петлю в эту же петлю я провязываю столбик без накида и еще провязываю 18 столб столбиков без накида то есть всего должно быть 19 столбиков 2 вы уже провязали 345 и так провязали 19 столбиков без накида дальше ввязываем ножку первую ножку взяли на ножку нас уходит 6 столбиков поэтому я ввожу в первую петельку хвостик мы будем вязать вместе и провязываем столбик без накида вместе с ножкой две детали не пропуская столбики 2 3 4 5 5 и 6 вот так мы провязали с вами ножку теперь провязываем 10 столбиков без накида 1 2 3 2 4 хвостик можно уже убрать 5 6 7 8 9 и 10 берем вторую ножку тоже прикладываем сверху вводим вводим в первую петлю и на донышке хвостик будем вязать вместе и провязываем 1 столбик 2 3 4 4 5 5 и 6 и 6 и 6 и дальше до конца ряда до конца ряда провязываем 19 столбиков без накида и делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда все все хвостики я обрезаю можем их подпалить можно не полить сейчас я кончики подпалила все вот такие ножки у нас получились вот вот и теперь 7 ряд 7 ряд поднимаясь на 2 воздушные петли 7 по 16 ряд 60 столбиков с накидом то есть уже вяжем саму сами стеночки давайте с вами провяжем 7 по 16 ряд просто вяжем ровную ровные стеночки теперь 17 ряд он будет последним я делаю одну воздушную петлю и последний ряд мы провязываем столбиками без накида тоже без прибавок и убавок 60 столбиков без накида все давайте так провяжем ряд уже обрежем ниточку зафиксируем и спрячем и так вот я закончила сумочку я уже обрезала ниточку спрятала хвостик и вот и теперь нам нужно связать ручку ручку я уже связала не стала вам показывать вот вяжется она очень быстро и легко поворотными рядами значит 3 воздушные петли со второй петли от крючка я провязываю 2 столбика без накида затем делаю воздушную петлю разворачиваю вязание и так вяжу 90 сантиметров затем делаю обвязку по всей детали все ручка у нас готова и теперь давайте свяжем с вами шляпку шляпку я уже начала вязать по кругу здесь тоже нет ничего сложного поэтому я начала ее вязать и сейчас я вам продиктую схему начальных рядов шляпки итак начало ряда это 12 столбиков кольцо амигуруми столбиков с накидом значит шляпку полностью мы будем вязать тоже столбиками с накидом и набираем 3 воздушные петли и в третью петлю от крючка я провязываю 12 столбиков с накидом дальше делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда затем делаю 2 воздушные петли которые не считаются за столбик и в эту же петлю я провязываю прибавку во втором ряду должно быть у нас 12 прибавок и в конце 24 столбика с накидом третий ряд 1 столбик с накидом плюс прибавка так повторяем 12 раз в конце 48 столбиков с накидом и четвертый ряд 2 столбика с накидом плюс прибавка так повторяем 12 раз в конце 60 столбиков с накидом все здесь нету ничего сложного поэтому я вам не стала показывать дальше пятый ряд будем провязывать таким образом значит поднимаюсь я опять на 2 воздушные петли в эту же петлю я провязываю столбик с накидом дальше еще в следующий столбик с накидом и еще столбик с накидом то есть провязав три столбика с накидом провязываем прибавку два столбика с накидом в одну петлю вот так теперь делаю 4 воздушные петли 3 4 4 воздушные петли пропускаем три петли на нашем на нашей детали 1 2 3 и в четвертую я провязываю один столбик с накидом вот такое отверстие у нас получается теперь дальше пять повторений делаем три столбика с накидом 1 2 3 и в следующую прибавка два столбика с накидом в одну петлю так нужно повторить пять раз три столбика с накидом 1 2 3 и прибавка два столбика с накидом в одну петлю это уже второе повторение это мы сделали с вами два повторения еще три повторения давайте сделаем и так сделали мы пять повторений теперь опять набираем 4 воздушные петли 1 2 3 4 и опять пропускаем три петли на детали 1 2 3 и в четвертую провязываю столбик с накидом и дальше до конца ряда 4 повторения мы должны сделать три столбика с накидом плюс прибавка так мы должны сделать 4 повторения в конце у нас мы делаем соединительный столбик первую петлю предыдущего ряда и так вот я провязала пятый ряд и делаем вот две воздушные петли а вот первая петля первого столбика и мы делаем сюда соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда все закончили мы пятый ряд теперь 6 и 7 ряд мы провязываем по кругу без прибавок и убавок 72 столбика с накидом там где у нас были 4 воздушные петли мы в отверстие провязываем 4 столбика с накидом набираю 2 воздушные петли в эту же петлю я провязываю столбик с накидом дальше провязываю в каждую петлю предыдущего ряда столбик с накидом дошли мы до отверстия в отверстие мы провязывали 4 столбика 4 воздушные петли и сюда в отверстие вот сюда в отверстие я вставляю и провязываю 4 столбика с накидом и дальше иду стоп стоп не пропускаю ничего вот и дальше провязываю каждую петлю предыдущего ряда точно так же и на следующем на втором отверстие должно получиться семьдесят две петли давайте провяжем 6 и 7 ряд семьдесят два столбика с накидом и так вот я провязала еще два ряда и теперь сделала уже соединительный столбик теперь 8 ряд делаю воздушную петлю 8 ряд мы будем вязать рачим шагом в эту же вот в же петлю я провязываю столбик без накида и так я буду провязывать вот в следующую петлю я заднюю петлю на ввожу крючок вывожу рабочую нить и провязываю дальше опять ввожу в заднюю петлю вывожу рабочую нить и провязываю и так мы вяжем рачий шаг полностью 8 ряд а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте пришьем и встретимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, пришила я все пятнышки вот таким образом в хаотичном порядке С обратной стороны ничего не видно за счет того, что мы пришивали с вами обычной швейной ниткой и обычной швейной иголкой Поэтому все детали, которые будем пришивать, они все пришиваются обычной швейной ниткой Так, теперь давайте... Итак, теперь нашей сумочке будем пришивать ремешок Приблизительно ставим маркеры на нашей серединке, то есть смотрим так, чтобы... Сначала складываем... Вот мы просто складываем пополам и приблизительно выставляем серединке нашего... Нашей сумочки... Чтобы ножки смотрим, чтобы они были посерединке... Вот так... И серединка нашей сумочки была приблизительно выбрана... Итак, теперь давайте пришьем одну часть сумочки... Лямочки пришиваем... Пришиваем изнутри... Вот так изнутри пришиваем... Одну лямочку пришиваем только... Давайте пришьем... Я приготовила опять обычную иголочку с обычной ниточкой... Вот обычная нитка и обычная иголка... Давайте пришьем... Мы сrations. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь вторую лямочку, смотрим, чтобы она не перекрутилась, берем нашу шляпку, одеваем сначала нашу шляпку вот таким вот образом. И теперь вторую лямочку пришиваем точно так же изнутри, чтобы наша шляпка уже никуда не делась, она была на нашем ремешочке, на нашей лямке. Все, теперь давайте пришьем вторую часть лямочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, вот пришили мы лямочки, крышечка осталась, шляпка вернее от грибочка остается внутри и она не потеряется никогда, вот она здесь находится. Дальше, теперь давайте свяжем с вами шнурочек для сумочки. Для этого я беру ярнарджинс, любую любую пряжу и беру крючок два с половиной. Набираю 6 воздушных петель 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вставляю крючок в первую петельку и делаю соединительный столбик. Вот, получается у нас вот такое вот отверстие, кружочек. Теперь набираю, секундочку, ниточку потеряла. Вот, итак, набираю 2 воздушные петли. Теперь делаю накид в кольцо, в колечко, которое у нас получилось, я провязываю два столбика с накидом. Один и сюда же два. Два столбика с накидом. Теперь делаю 2 воздушные петли и соединительный столбик в это же колечко. Вот такой лепесточек первый у нас получился. Теперь опять делаю 2 воздушные петли. Сейчас я постараюсь увеличить. И так приблизила еще раз. Набираю 2 воздушные петли. Так, что-то у нас. Плохо работает свет. Свет очень плохо. Итак, набрали 2 воздушные петли. Делаю накид в колечко, которое у нас получилось, делаю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Сделали 2 столбика с накидом. Теперь делаю 2 воздушные петли. И в колечко делаю соединительный столбик с накидом. И в колечко соединительный столбик с накидом. 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. И соединительный петли. И соединительный столбик в кольцо. Вот такой цветочек у нас получается. Как вам мне показать? Вот такой цветочек получается. Теперь разворачиваем, делаем, теперь вяжем цепочку из воздушных петель, не отрывая нити. 1, 2, 3, то есть цепочку. Причем я не считаю, а так на глаз смотрю, чтобы у меня хватило то количество, тот размер шнурочка, который бы я смогла завязать на нашей сумочке. Вот смотрите, вот такой цветочек получается. И дальше вяжу воздушную цепочку. Размер приблизительно 30 сантиметров может, может 30 сантиметров, может 40. Сейчас я померяю, просто я меряю на глаз, на саму сумочку смотрю. Вот такую вяжем цепочку. Давайте свяжем и встретимся. Итак, у меня получилось размер шнурочка 45 сантиметров. Количество петель я не считала, но длина самого шнурочка 45 сантиметров. Теперь смотрите, у меня остается буквально здесь метр, один метр остатка. То есть нужно, чтобы у вас в конце остался хвостик где-то один метр. Теперь я просто вытаскиваю вот так вот через всю петельку свой кусочек остатка. И вот он уже никуда не девается и не распускается. Хвостик у нас остается. Теперь что мы делаем? Одеваем иголочку с толстым ушком. И смотрим, чтобы у нас где-то приблизительная серединка была. Вот. Одевать мы будем в последний ряд столбики с накидом. Там, где у нас были столбики с накидом. Вот это наша серединка сумочки самой. Я отступаю два столбика. И вот через три, через три, через четыре, вот через четыре. То есть не имеет значения, я вот так вот прохожусь по всему ряду. Так, через четыре, через три, не имеет значения. Главное, чтобы приблизительно было одинаково. Так, через четыре, здесь можно через три. Ну, то есть смотрите сами, чтобы это было не сильно заметно. Три-четыре не сильно заметно. Можно переделать, но я уже переделывать не буду, чтобы у нас вот здесь вот было красивенько впереди. И тогда можно сделать через три петельки, чтобы было красиво и равномерно. Так, давайте переделаем. Переделаем, потому что мне не нравится. Вот здесь делаем через три. Через три. А впереди через четыре. Вот так. Все. Вот остается у нас хвостик. И остается у нас этот хвостик можно будет спрятать. Иголочкой. Дальше, что мы делаем? Нам нужно связать точно такой же цветочек, только уже на самой сумочке. Что мы делаем? Что мы делаем? Потому что потом мы не сможем его вытащить. Для этого нам нужен был хвостик. Я одеваю в последнюю петельку. Нахожу последнюю петельку. Одеваю сюда крючок. Делаю еще одну воздушную петельку. Отсчитываю шесть столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вернее, шесть петелек воздушных. Вставляю крючок в шестую петельку. И делаю соединительный столбик. Вот у нас получается колечко. Теперь делаю две воздушные петли. Делаю накид в это же колечко. Вот в это же колечко я провязываю два столбика с накидом. Один и два. Дальше делаю две воздушные петли. И в это же кольцо соединительный столбик. Теперь две воздушные петли. Два столбика с накидом. Две воздушные петли. Вот. И соединительный столбик. Дальше опять две воздушные петли. Два столбика с накидом. Две воздушные петли. И соединительный столбик. Цепочку убираем назад. И соединительный столбик. Теперь опять две воздушные петли. Столбик с накидом. Второй. Две воздушные петли. И соединительный столбик. И еще одну свяжем. И еще один лепесточек свяжем. Итак, связала я еще один лепесточек. Остался у меня вот такой вот хвостик маленький. Можно оставить подлиннее, чтобы не переживать. Но этого достаточно. Я как раз отмотала то количество, которое мне необходимо. А вот. Теперь зафиксируем эти два хвостика. И вот такой шнурочек у нас готов. С вот такими вот цветочками. Это при желании. Если вам, если вы хотите, именно такие шнурочки. Если нет, просто можно на конце бусинку повесить. Бусинки разные. Просто воздушные петельки. И на конце бусинки пришить. Или прикрепить. Или приклеить. То есть уже на ваше усмотрение. Можно пуговички пришить. То есть все, что вы захотите. Все, что есть у вас под рукой. Итак, давайте я спрячу вот эти вот хвостики. И встретимся. Все, я хвостики спрятала. И теперь можно просто завязать наши завязочки. И так, так, так. Шляпку нашу. Вот. И одеть шляпку. Вот такой вот. И так, начинаем вязать глазик. У меня крючок два с половиной и черный джинс. И набираю в кольцо амигуруми две воздушные петли. И теперь в колечко я провязываю 12 столбиков с накидом. Один. Два. Три. Давайте провяжем. Итак, провязав 12 столбиков, я обрезаю хвостик. Затягиваю кольцо. И делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И фиксирую ниточку. Два хвостика связываем с изнаночной стороны. На три узелочка я делаю. Теперь обрезаю, оставляя небольшие хвостики. Все, вот такой глазик я связала. Второй уже связан. Все, и давайте пришьем глазки. Итак, смотрите, глазки мы пришиваем в двенадцатом ряду. И между глазками пять столбиков. Пять столбиков с накидом между глазками. Все, давайте пришьем по кругу. Я взяла обычную иголочку и черную швейную ниточку. Все, давайте пришьем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, пришила я глазки. Глазки в основном лежат на двенадцатом ряду, но немножко заходят и на тринадцатый. Но ниже не надо их ставить, лучше выше. Чуть-чуть заходит на тринадцатый ряд. Полностью лежат на двенадцатом ряду. Вот, и пять, один, два, три, четыре, пять столбиков между глазками. Вот так, видите, полтора ряда немножко закрывают они. Вот, и теперь давайте с вами свяжем, пришьем ручки. Теперь смотрите, как они стоят. Значит, стоят они, глазки. Вот там, где ножка заканчивается или начинается, и начинается глазик. Здесь точно так же. Заканчивается или начинается ножка и глазик. Вот таким вот образом. Ориентир на внутренние ножки. Теперь начинаем пришивать ручки. Ручки пришиваем там, где конец десятого ряда. Глазки у нас на двенадцатом ряду. Одиннадцатый и десятый. Заканчивается десятый ряд. И начинаются ручки. Большой пальчик на середине ножки должен быть. Вот так, большой пальчик на середине ножки. И вот так вот пришиваем ровненько по десятому ряду. Там, где заканчивается десятый ряд и начинается одиннадцатый. Вот здесь мы будем пришивать пальчики должны смотреть друг на дружку. Редактор субтитров А.Семкин И так пришили ручки. А вот и теперь последний штрих это ротик. Я беру черный джинс, обычный черный джинс и толстую иголочку с толстым концом. И так начинаем вышивать ротик. Ротик я буду вышивать иголочкой с толстым концом и большим ушком. Взяла я ярнар джинс. Я не делила эту ниточку. Значит и смотрите, начало ротика у нас будет посерединке. Так как у нас между глазками пять столбиков, то вот пятый столбик я спускаюсь вниз. И вот начало десятого ряда это и будет наш конец ротика. И так наискосок на две петельки ухожу в обе стороны и это будет конец десятого ряда. То есть в десятом ряду вышиваю ротик. Такой типа галочкой. Все, давайте с вами вышьем. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, связали мы с вами сумочку. Такой мешочек. Завяжем на бантик наши цветочки. Опустим наш наш нашу шляпку. И вот такой вот получается смешная сумочка получается детская. Значит давайте возьмем второй вариант. Второй вариант он абсолютно одинаковый. Единственное, что здесь нету оформления. Просто она такая идет без ничего. Без ножек. Обычная сумочка и мешочек. То есть кому как больше нравится. Вяжутся они абсолютно одинаково. Единственное, что в шестой ряд мы с вами вязали здесь столбики без накида, так как вязывали ножки. Здесь этого делать не надо. Здесь с шестого ряда начинаем сразу вывязывать столбики с накидом. То есть все. А остальное все абсолютно одинаковое, кроме оформления. Вот. Ну что, надеюсь вам понравились сумочки. Будете вязать какие вы захотите варианты. Ну а на сегодня я вам говорю все. До следующих мастер-классов. Всем пока-пока.